МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добро пожаловать на Рассвет Пробуждения! Я Гермес Фалькао-младший. Я очень рад, потому что сегодня нас ждет вторая часть послания о важности поместной церкви. Я верю, что вы получили благословение от первой части, и я уверен, что вы получите благословение, когда увидите продолжение интервью, а также помолитесь. Я верю, что это укрепит вас и вашу веру, и вы сможете лучше понять, почему церковь так важна для нашей жизни, для жизни тела Христова. Это интервью ободрило и вдохновило многих. Оно является частью учений, интервью о важности церкви. Вы можете найти их в нашем Ютуб-канале. Обязательно подпишитесь на наш Ютуб-канал, потому что там много удивительных материалов, которые наставят вас в вере. Давайте вернемся ко второй части, интервью с пастором Анной. А после этого мы помолимся за вас и ваши семьи. Я много путешествовал, но последние шесть месяцев я никуда не ездил. Сейчас все изменилось. Но я всегда ценил поместную церковь. Я также являюсь пастором. И понимаю нужду христианина в церкви. И я заметил, что христиане, у которых нет церкви, и я заметил это во время своих поездок, христиане, у которых нет никакой связи с церковью, обычно ослабевают вере. Они компрометируют свою веру и свои ценности. Я знаю, что некоторые из них приняли Христа. И я знаю, что некоторые из них получили Христа. Они спасены. Но их вера не развита, как она должна быть, потому что они не связаны с телом. С другой стороны, я заметил, что верующие, которые связаны со здоровым поместным телом, я не говорю идеальным телом, но здоровым телом. Я не говорю идеальным, но говорю здоровым. Они развиваются духовно. Они получают любовь, заботу, поддержку. И они растут духовно. Они развиваются в Слове. Развиваются в Духе. Я заметил это. И вот почему я призываю каждого, говоря, вам нужен пастор, вам нужна церковь, вы должны быть связаны. Пастор Анна, вы являетесь пастором уже 18 лет. Можете ли вы поделиться свидетельством двух сторон? С одной стороны, вы видели, как семьи росли и воспитывали своих детей в церкви. Вы видели, как они процветали духовно. С другой стороны, расскажите также о семьях, которые вы видели и которые отошли от церкви. Что с ними случилось? В целом, люди, которые отходят, это люди, которые не хотят учиться и повиноваться. К сожалению, я видела людей, которые отходили. Они не хотели быть частью церкви. Они настолько ослабели, что в конце концов вернулись в мир. Это очень грустно, потому что некоторые из молодых людей, которые тогда были подростками, начали принимать наркотики. А некоторые из этих семей перестали существовать из-за развода. В Библии мы читаем о бунте. Блудный сын оставил безопасность и защиту, которую ему давал отец. И его жизнь была ужасной. Но, слава Богу, я также видела людей, которые пребывали в церкви. Я видела, как их дети росли в церкви. Они развивались в своих дарах и талантах. И сегодня они приносят плоды в царстве. Аминь. И это очень хорошо. Человеку лучше, когда он находится в церкви, является частью церкви. Ведь, когда мы являемся частью тела, частью собрания, мы получаем защиту, получаем молитвенную поддержку. Нас покрывают. И когда мы являемся частью тела, мы видим, как наши дары развиваются, и Бог использует их. И все это приносит нам пользу в жизни. Аминь. Мы видим в книге «Деяний», во второй главе, что ученики пребывали в учении апостолов, в преломлении хлеба, в общении, а также в молитве. А стратегия врага состоит в том, чтобы уничтожить союз, идею, единство. Он уничтожает людей с помощью своей стратегии. Это же касается и духовных людей. О, я молюсь дома. Я поклоняюсь Богу дома. Я понял, что могу и так находить здесь связь с Богом. Мне не нужна церковь. Я слышал, как люди говорили. Я слишком велик для церкви. Для меня нет места в церкви. Да, ваша гордыня настолько велика, что вы не помещаетесь в здании. Я сам слышал это. Я слышал, как люди говорят, я слишком велик для этой церкви. Правда? Серьезно? Церковь – это то средство, которое Бог дал нам для поддержания связи. в церкви. Да. И когда человек с изолит, она становится неожиданным. Вот именно. Вот именно. Когда человек уходит из церкви и изолируется, то этот человек становится легкой добычей для врага. Без церковник. Да, без церковники становятся легкой добычей для врага. Вот какой пример можно привести. Буйвол – это большое животное. Лев не может наброситься на буйвола, если зайдет спереди. И какова стратегия льва? Он хочет отделить вас, сделать вас с одиноким буйволом, который отделен от стада. И тогда он может напасть на буйвола и потом убить его. И эта стратегия уже случилась с Эзотом. Потому что там говорили, что амалекитеры атаковали израилитам, когда они были афастаны. Академия группа более фракой, которые стояли назад, амалекитеры были и destruили aquelas людей. Мы видим, как это происходило в Библии, в исходе. Библия говорит, что люди, которые ослабевали, отставали от остальной части группы. Тогда амалекитяне приходили и нападали на них. пастор, я хочу дать пример, который очень правильный, который находится на параболе самаритана. Я также хочу привести еще один пример. Это очень интересный пример. Этот пример можно увидеть в притче о хорошем самарянине. Да. Добрый самарянин использовал вино и елей, чтобы обработать раны того человека. А после этого он отвез того человека в гостиницу в отель и он заплатил за содержание этого человека в гостинице. гостиница похожа на поместную церковь. Она может помогать людям, заботиться о людях, помогать им решать их проблемы. Аминь. 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 Если вы ищете идеальную церковь, то вы ищете людей, обладающих силой ангелов. И вы не найдете таких. Вы не найдете такую церковь. Я говорю людям, вам не нужно идти в такую церковь, ведь как только вы придете туда, вы уничтожите ее совершенство. Аминь. Пока мы здесь, идеальной церкви не будет в этом теле. у нас не будет идеального пастыря. Идеальных пастырей и идеальной церкви не существует. Но есть люди, которые любят Бога. И они хотят делать все правильно. Вот в чем разница. Проблема в том, что когда человек считает себя выше всех остальных и считает себя самодостаточным, как он может принимать участие в причастии, а также молиться за других или пребывать в общении в мире, если он изолирован. Да. Пастор, я считаю, что поместная церковь это место для свидетельств. в Атос в 14 сказано, что когда они пришли, то пошли в церковь и поделились своим опытом, рассказали людям о тех великих делах, которые совершил Бог. В церкви мы свидетельствуем о тех великих вещах, которые Бог совершил в нашей жизни. Мы также можем свидетельствовать о силе Иисуса. Аминь. Это правда. Аминь, пастор Анна. У меня есть несколько молитвенных просьб, особенно с Ютуба. Исцеление, здоровье, много просьб о здоровье, освобождение, водительство. Люди просят помазания духа, мудрости. Пастор Анна, пастор Анна. Давайте начнем молиться. Мы будем вместе молиться за всех, кто смотрит нас сегодня. Аллилуйя. Помолитесь. Отче во имя Иисуса. Слово Божье говорит, что мы должны носить бремена друг друга и молиться друг за друга. Господи, мы соглашаемся в молитве. исцели этих людей во имя Иисуса. Мы провозглашаем, что все болезни не имеют права находиться в этих телах. Во имя Иисуса мы изгоняем прочь все дела врага. во имя Иисуса мы изгоняем прочь все дела врага. Да, Господь. Мы повелеваем сейчас всякой болезни уходите из этих тел во имя Иисуса. Всякое воспаление, боль в костях, в позвоночнике. Во имя Иисуса уходите сейчас же. Все потому, что Слово Божье говорит ранами ранами Иисуса мы исцелились. Господи, посети тех, кто находится в депрессии, кто утратил желание жить. Пусть сила Твоего Духа Святого сойдет на этого человека прямо сейчас. Да, прямо сейчас. Во имя Иисуса пусть придет сила от Духа. Я прошу силы для этой жизни. Во имя Иисуса мы провозглашаем что этот вирус не имеет власти над этой жизнью. Мы провозглашаем что каждый вирус должен усохнуть при корне во имя Иисуса. Мы призываем силу Божью сейчас. Да, Господи, аллилуйя. Да будет прославлено имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо Боже. Отче. Мы благодарим Тебя за Твоё присутствие на этом месте. Мы благодарим Тебя за слово, которое было посеяно сегодня. Отче, мы благодарим Тебя за всех, кто подключился к этому выпуску. Господи, мы провозглашаем мир Божий над их домами. И ни одно оружие, сделанное против них, не будет успешно. Пусть все дела врага в жизни людей будут уничтожены во имя Иисуса. Всякое демоническое влияние, всякий демонический дух, который проник в дома и семьи, пытаясь уничтожить их здоровье, пытаясь уничтожить их семьи. Мы выступаем против них прямо сейчас во имя Иисуса. Мы провозглашаем разрушение дел врага. Господи, мы провозглашаем то, что говорит Твое Слово. Для сего Сын Божий явился, чтобы уничтожить дела дьявола. И сегодня мы провозглашаем над каждым, кто смотрит нас. Они принимают Твое помазание. Они принимают Твое исцеление. Они принимают освобождение. мы в согласии провозглашаем, что сила Духа Святого течет в домах людей прямо сейчас. Пусть всякие цепи будут разрушены. Мы проклинаем всякую болезнь во имя Иисуса. Пусть всякая боль уходит прочь во имя Иисуса. Мы призываем кровь Иисуса Христа в их умы, в их тела. Пусть атмосфера их дома изменится прямо сейчас. Пусть атмосфера небес наполнит каждую комнату. сейчас мы провозглашаем Слово Господне над всеми людьми. Пусть они получат то, о чем просили. Пусть тот, кто заболел COVID-19 исцелится во имя Иисуса. Пусть они освободятся во имя Иисуса. мы провозглашаем свободу. Мы провозглашаем поток чудес. Я ощущаю присутствие Господа во имя Иисуса. Боже, яви себя. Дух Святой, пусть ветер небес подует. Аллилуйя. Аллилуйя. Пусть тот, кто слаб, получит силу. Пусть тот, кто боится, примет веру во имя Иисуса. Аллилуйя. мы провозглашаем дух веры над ними во имя Иисуса. Господи, мы благодарим Тебя за пастора Анну. Защити ее. Благослови ее. Благослови ее церковь. Благослови ее семью во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя за это время вместе. Мы благодарим Тебя за то, что Ты был с нами и касался людей, где бы они ни были. И даже тот, кто присоединился к нам только сейчас, пусть тоже получит Твои благословения во имя Иисуса. Благослови и ответь на все молитвенные нужды, которые мы получаем даже сейчас. Отче, мы возлагаем руки на эти нужды во имя Иисуса. И мы провозглашаем благословение Господа. Возложите свои руки на эти нужды во имя Иисуса. Примите свои благословения. Примите свой прорыв. Примите свое избавление и исцеление во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя за свидетельство во имя Иисуса. Во славу Божью во имя Иисуса. Спасибо, пастор Анна, что были с нами. Время пролетело очень быстро. Хотите сказать что-нибудь на прощание? Я хочу призвать вас к участию в поместной церкви. Поддерживайте связь с людьми. которые движутся в помазании Божьем. Так вы будете возрастать и процветать. Аминь. Аминь. Слава Богу. Пусть Бог благословит вас. пастор Анна и вашу церковь. Мы скучаем за вами, но я уверен, что мы увидимся с вами в следующем году. Во имя Иисуса. Здравствуйте, друзья. Вы смотрели эту передачу на канале ТБН? Спасибо за вашу поддержку. Если эта передача стала благословением для вас, то я призываю вас позвонить в колл-центр ТБН и поддержать их. Ваши пожертвования очень важны. Именно они помогают этой передаче выходить в эфир и благословлять других зрителей. Сделайте это сегодня. Позвоните в колл-центр и скажите, что вы поддерживаете эту передачу. Пусть Бог благословит вас.